Продолжение следует... Полицейские разыскивают очевидцев аварии. Свидетелей просят позвонить по телефону 02 или 31 80 10. И еще одна иномарка вылетела с дороги. Произошло это на пересечении улиц Изыскателей и 40 лет Победы. О пострадавших в этой аварии не сообщается. Пострадали только автомобиль и ограждение. На кадрах видно, как машина снесла забор. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские. В Югре перед судом предстанет мужчина, по вине которого погибли 4 человека. 39-летний житель Лентора, управляя Митсубиши Паджеро, превысил скорость, не справился с управлением. В результате иномарка вылетела на встречку, где в это время ехала отечественная 12-я. В аварии погибли четверо, в том числе и трехлетний ребенок. Все они находились в отечественном автомобиле. Водитель иномарки свою вину полностью признал. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет колонии. Жителю Салихарда вынесли приговор за контрабанду сильнодействующих веществ. По данным окружной прокуратуры, заказ на доставку препарата для наращивания мышечной массы тела он оформил в интернете. Посылка должна была прийти из Республики Беларусь. Во время получения посылки на почте мужчину и задержали полицейские. Сильно действующие вещества у него изъяли. Во время следствия ямалец помогал расследованию уголовного дела. Это стало одним из смягчающих обстоятельств. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В Югорском Урае местную жительницу обвиняют в гибели ее трехмесячного сына. По версии следствия, женщина уснула на кровати рядом с ребенком. Во сне она по неосторожности задушила младенца. Известно, что семья считалась благополучной, а у ребенка в квартире имелось свое спальное место. Матери уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас эксперты проверяют условия, в которых жил мальчик. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!